Поводом для внеочередного комитета послужили многочисленные обращения жителей района к депутатам регионального парламента. Проблема с лекарственным обеспечением льготников, нехватка среднего медперсонала, приостановка записи через единый портал государственных услуг – лишь часть вопросов, которые обозначили сегодня законодатели. Ремонт детской поликлиники в Собинке стал центральной темой заседания. В настоящее время и детское, и взрослое население обслуживается во взрослой поликлинике, что является нарушением. Все работы должны были закончить еще в 2018 году. Однако сдача объекта затянулась. Сейчас в департаменте здравоохранения обещают, что поликлиника начнет принимать пациентов уже к концу этого года. Аудиторы счетной палаты обратили внимание на нефункциональное распределение ФАПов в районе. Если в двух соседних деревнях с населением менее 300 человек было сразу два ФАПа, то в крупных селах медпункты отсутствовали совсем. Проведенная проверка показала, что в двух населенных пунктах численностью проживающих менее 300 человек имелись ФАПы, при том, что расстояние до ближайших медицинских организаций не превышало 6 километров. То есть фактически имелась возможность получить медицинскую помощь в ближайшем населенном пункте. А, например, в селе Жерехово и в деревне Васильевка численностью населения более 300 человек в нарушении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в данных населенных пунктах ФАПы отсутствовали. Как пояснил председатель профильного комитета Сергей Бирюков, депутаты обратились к директору департамента с просьбой учитывать мнение жителей и глав муниципалитетов при составлении программы развития здравоохранения на территории районов и городских округов, чтобы расходование бюджетных средств было максимально оптимальным. И ФАПы строились там, где они действительно нужны. В скором времени депутаты планируют посетить Собинскую ЦРБ. Проблем действительно много и в решении комитета у нас есть рекомендация департамента здравоохранения разработать план по развитию здравоохранения в Собинском районе до 8 июля. Мы сделаем обязательно рабочую поездку в течение июня месяца, пообщаемся и с жителями Собинского района, и с персоналом больницы.